Закончилось первое полугодие 2014 года. В течение августа все учреждения и организации Ниньского округа подводят первые итоги. Об итогах текущей деятельности и новшествах налоговой инспекции мы поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К годовой оценке это практически 50%. Что касается бюджета Архангельской области, то традиционный бюджет формируется за счет двух источников. Это налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Бюджет Архангельской области поступило 3,2 миллиарда рублей к году. Это также более 50%. Вместе с тем годовая оценка говорит о том, что к аналогичным периодам прошлых лет мы наблюдаем снижение. Снижение допускается за счет того, что ряд плательщиков, допускающих переплату по налогам, будут ее возвращать в течение 2014 года. В бюджет Ненецкого округа поступило 3,3 миллиарда рублей к году, а также более половины. К аналогичным периодам прошлых лет мы наблюдаем положительную динамику. Бюджет округа традиционно формируется двумя видами налогов. Налог на имущество организации и транспортный налог. А что у нас с задолженностью на первое полгодие 2014 года? На фоне темпов роста налоговых поступлений мы наблюдаем значительное снижение задолженности по налоговым платежам. По отношению к предыдущим годам, в частности к базовому периоду 2010 года, налоговая задолженность сократилась более чем в два раза. И на 1 июля составила 258 миллионов рублей. Если ее структурировать по видам соответствующих налогов, то федеральные налоги составляют 208 миллионов рублей или наибольшую долю 80%. Региональные налоги 28 миллионов рублей или 11%. Местные налоги и специальные налоговые режимы 8%. В первую очередь такие результаты по сокращению обеспечены сложенным взаимодействием налоговых органов со службой судебных приставов, с правоохранительными органами. То есть принимаемые меры по принудительному взысканию задолженности дают положительный результат. И более 70% задолженности в ходе принудительного взыскания поступает в бюджет. А как много бывает случаев, что вы в судебном порядке налоги собираете? Задолженность в судебном порядке взыскивается с физических лиц в случае неисполнения ими требований об уплате налога. В 2014 году нами направлено более 300 заявлений о выдаче судебного приказа, исковых заявлений о взыскании налогов с физических лиц. В принципе это небольшое количество, оно говорит о том, что большая часть граждан исполняет обязанности по уплате налога добровольно в сроке, установленном налоговым кодексом. А чаще всего какие налоги не уплачиваются гражданами? Граждане платят налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. Наибольшую долю задолженности по этим налогам составляет транспортный налог. То есть транспортный налог платят меньше всего в округе? Потому что сумма транспортного налога, исходя из ставок, она наиболее существенна, нежели допустим это налог на имущество или земельный налог. Ну и за последние полгода произошло много изменений в законодательстве, кого они коснутся в частности? Налоговый кодекс – документ живой, достаточно подвижный. За последние годы он заметно потолстел. Связано это в первую очередь с тем, что меняется судебная практика. Отдельные положения налогового кодекса приводятся в соответствии с иными нормами федерального законодательства. И в частности по изменениям с 1 января 2014 года вступили в силу уже действуют изменения, касающиеся обязательного досудебного порядка обжалования всех решений налогового органа, а также действий и бездействий их должностных лиц. Суммы налогов, исчисляемые налогоплательщиками и налоговым органом, исчисляются с 1 января текущего года в полных рублях, то есть копейки округляются. Организации, индивидуальные предприниматели не имеют права открывать новый расчетный счет в банке при наличии арестованного счета в ином банке. Расширены отдельные полномочия налоговых органов, в частности они касаются права налоговых органов затребовать пояснения у налогоплательщика в случае предоставления налоговых деклараций с суммой убытка по итогам деятельности, а также налоговых деклараций с суммой налога уменьшенной к уплате по отношению к первоначальной декларации. Это касается уточненных деклараций. Со 2 мая 2014 года действуют изменения, которые касаются сообщений налогоплательщиков об открытии и закрытии расчетного счета. Со 2 мая эта обязанность исключена из налогового кодекса, вместе с ней исключена и налоговая ответственность за непредоставление таких сведений в налоговый орган. Уже с 1 июля налоговый орган имеет право запрашивать информацию о движении денежных средств по счетам физических лиц. Это касается расчетных счетов, депозитов, вкладов. Сегодня, буквально 22 августа, вступают в силу изменения в законы государственной регистрации, которые касаются обязательного досудебного порядка обжалования решений, связанных с государственной регистрацией организаций и индивидуальных предпринимателей. Если ранее налогоплательщики имели возможность только в судебном порядке обжаловать решение налогового органа, если они считали, что оно вынесено неправомерно, то с 22 августа такие решения можно обжаловать в вышестоящий налоговый орган. А вот что касается изменений для предпринимателей, какие там особо яркие и интересные? Что касается предпринимателей, то, как я говорил, с 22 мая исключена обязанность сообщать о наличии расчетных счетов. Вместе с тем исключена налоговая ответственность по этой статье. Ранее за несообщение или за несвоевременное сообщение мы штрафовали на 5000 рублей. Сейчас банки сами сообщают эти сведения. У налогоплательщика эта обязанность исключена. То есть, соответственно, налоговая ответственность также исключена. Евгений Игоревич, вот еще такой вопрос. А вот в какой последовательности физические лица платят налоги? Им сначала приходит извещение, квитанция, и они идут платить? Или наоборот, они сами идут в налоговую инспекцию, заполняют бланк и платят? Как это все? По итогам соответствующего налогового периода налоговый орган исчисляет самостоятельно налог физическим лицам. Если организации и предприниматели заполняют декларацию и, формируя базу, сдают ее в налоговую инспекцию, то всем физическим лицам налоговый орган начисляет налог самостоятельно. Это происходит обычно в начале года следующего за налоговым периодом. То есть, если у нас сейчас 2014 год, в начале 2014 мы начисляли налоги за 2013 год. Налогоплательщику заблаговременно направляется налоговое уведомление. Мы эти уведомления в этом году направили в апреле-май месяц, еще до наступления отпускных периодов, чтобы все могли их получить. И у налогоплательщика есть возможность до ноября эти налоги добровольно платить. В случае неоплаты до установленного срока начисляются пени за просрочку исполнения обязанностей по уплате налога. И налогоплательщику направляется требование об уплате налога с установленным сроком для его оплаты. В том случае, если требование о установленный срок не исполняется, налоговым органам принимается решение о взыскании налоговой задолженности в судебном порядке. Ну а далее уже мы получаем судебный приказ, либо исполнительный лист, который направляем в службу судебных приставов для дальнейшего взыскания. После небольшой рекламы мы продолжим обсуждать итоги за первые полугодия работы налоговой инспекции. Статистика подтверждает, что установленные в доме счетчики воды и энергии экономят затраты на коммунальные услуги. Раз. Делают человека дисциплинированным. Два. Ну а три. Гордясь собой, помечтайте, чтобы вы купили нас экономленные деньги. Мы продолжаем наш эфир, и я напомню, у нас в гостях начальник межрайонной инспекции налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому округу Евгений Ившунов. Евгений Игоревич, мы знаем то, что у вас на сайте появилось много удобных сервисов для налогоплательщиков. Расскажите о самых интересных. В последнее время Федеральная налоговая служба вполне успешно решает задачи по автоматизации ряда процессов, переходит к безбумажному документу обороту с налогоплательщиками. Наиболее интересным, что касается физических лиц, является интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Достаточно удобный сервис. Личный кабинет налогоплательщика физического лица позволяет получать информацию об объектах налогообложения, это имущество, транспортные средства, земельные участки. Все сведения, которые содержатся в личном кабинете, поступают к нам из органов, осуществляющих государственную регистрацию объектов недвижимости. Это ГИБДД, Росреестр, авиация, Росречьфлот. Также личный кабинет содержит информацию о налоговых ставках, налоговых льготах. Если налогоплательщик установил какие-то неточности, содержащиеся в его личном кабинете, он имеет возможность отправить в инспекцию заявление на уточнение информации. Заявление будет рассмотрено в течение 30 календарных дней. Во вкладке «Начисления» содержится информация о начислениях налогов физическому лицу, в частности, земельные, транспортные, имущества. Здесь есть возможность открыть налоговое уведомление, проверить расчеты и здесь же оплатить начисление. Оплатить начисление можно, распечатав квитанцию, а также сделать это с помощью банков-партнеров в онлайн-режиме. Комиссия за перечисление платежей в данном случае не взымается. В графе «Зачислено» можно проверять поступление сумм налогов. Это происходит в течение 10 дней. В графе «Задолженности» переплата содержится информация о состоянии расчетов налогоплательщика по налогам, где также можно ее оплатить в онлайн-режиме. Наиболее интересный сервис «Налог на доходы физических лиц» позволяет отслеживать вход проверки декларации 3НДФЛ. Здесь же можно скачать эту декларацию, заполнить ее в онлайн-режиме, отследить результаты проверки декларации и здесь же сформировать заявление на возврат суммы налога, подлежащей по итогам проведенной камеральной проверки. В профиле пользователя можно менять личные данные, в том числе адрес электронной почты, на который в дальнейшем будет приходить вся информация для налогоплательщика. Для того, чтобы подключиться к личному кабинету, достаточно обратиться в инспекцию с паспортом и свидетельством ИНН. Явка необходима, прийти необходимо лично для того, чтобы представить все документы, поскольку личный кабинет содержит персональные данные налогоплательщика. При подключении налогоплательщику будет выдан плагин и пароль, который необходимо поменять в течение 30 дней в целях того, чтобы в автоматизированном режиме не была произведена блокировка. Насколько активно налогоплательщики пользуются этим сервисом? С начала этого года мы подключили к этому сервису более 5000 налогоплательщиков Нинского автономного округа. То есть это порядка 10% всех стоящих на учете нашей инспекции. Ну, какие у них отзывы? Удобно или как? Удобно, неудобно? Сервис достаточно удобный. В частности, мы получаем достаточно большое количество писем на уточнение информации по объектам налогообложения, по транспортным средствам, по имуществу. Все эти заявления рассматриваются. Мы самостоятельно уточняем информацию в органах, осуществляющих государственную регистрацию, вносим соответствующие изменения. Но мы еще знаем то, что у вас планируется большой ремонт, глобальные перестройки здания. Расскажите нам о некоторых секретах. В последнее время Федеральная налоговая служба большое внимание уделяет внедрению фирменного стиля Федеральной налоговой службы. Ну, что такое фирменный стиль? Фирменный стиль — это свой логотип, соответствующая цветовая гамма, которая позволяет делать Федеральную налоговую службу узнаваемой для налогоплательщиков. Более того, мы все знаем, что уровню налоговой культуры и мотивации налогоплательщиков способствует качественное налоговое администрирование. Здесь же мы понимаем, что качественное администрирование — это не только профессионализм сотрудников на местах, но и комфортные условия для налогоплательщиков. В основу принципов оформления операционных залов положены в первую очередь принципы четкого зонирования, принципы доступности информации, принципы комфортных условий, открытости помещений. Ну и полагаю, что уже в следующем году наша инспекция распахнет свои двери перед налогоплательщиками уже с новым операционным залом. То есть, я так понимаю, у вас будет единое пространство, вот этот операционный зал, да? И люди в порядке очереди будут туда подходить? Да, совершенно верно. С нами был начальник межрайонной инспекции налоговой службы по Архангельской области и Ниньскому округу Евгений Ошунов. Мы говорили об итогах работы налоговой инспекции за первые полугодия 2014 года. Это актуальное интервью.